Чебоксарское городское собрание депутатов сокращенно ЧГСД. Какие решения принимают выбранные нами депутаты и какому это приводит результату? Обо всем этом в ближайшие минуты расскажу вам я, Ольга Пырычкина, в эфире программа «Местное самоуправление». Убрать нельзя, оставить. Какие маршруты общественного транспорта могут исчезнуть с чебоксарских улиц? Дороги, парки, дворы, балконы. Как реализуются в Чебоксарах федеральные и муниципальные программы? Давайте жить дружно. В столице Чувашии могут появиться новые города-побратимы. Страсти по маршруткам. Так в целом можно назвать дискуссию, которая сейчас идет в Чебоксарах вокруг изменения транспортной схемы столицы Чувашия. Подробнее в сюжете. Как избавить Чебоксара от пробок, сохранить безопасность жителей при поездках в маршрутках и тем самым улучшить транспортную ситуацию? Ответы на эти вопросы столичная администрация получила от специалистов Петербургского проектного института транспортной инфраструктуры. Ее специалисты около года изучали работу транспортной системы города. И вот их вердикт. Выработаны следующие предложения. Закрыть 20 маршрутов, в том числе автобусные номер 10, 14, 16, 18, 21, 24, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 56, 59, 60, 60К. Изменение трасс 18 маршрутов, в том числе 16 автобусных и 2 троллейбусных. А также организация одного нового троллейбусного маршрута номер 22, который у нас уже с мая месяца работает. Пока профильное управление работало с рекомендациями института, чебоксарские депутаты с жалобами жителей. За сохранение некоторых маршрутов они собрали по 3,5 тысячи подписей. Если мы убираем 60-60К, то как люди будут забираться? В любом случае людям придется пересаживаться на существующие маршруты троллейбусные и автобусные. Мы понимаем, что определенные неудобства, конечно, это жителям доставят. Помимо вопроса удобства, встает вопрос денежный. У людей заработная плата около 10 тысяч рублей. Представляете, они, которые работают в центре города, как они будут на работу добираться? У них огромное количество денег будет уходить только на то, чтобы добраться на работу и уехать. Кроме того, конечные точки многих маршрутов, попавших в список закрывающихся, это крупные предприятия города. Я хотел бы сказать про 49-й маршрут еще, который соединяет северизаторный контур и Чапаевский завод. Значит, внедрили, отчитали за то, что 22-й маршрут троллейбуса ввели дополнительно, новый. Но маршрут 22 только до хлебозавода доезжает. Мое личное мнение – не закрывать маршруты, а уменьшить количество автобусов и запустить крупные автобусы. За заседанием комиссии ЧГСД последовали публичные слушания. О них объявили буквально за день, однако людей пришло столько, что пришло стоять в пароходах. Больше всего горожане опасаются, что в попытке избавить город от пробок и разгрузить дорожную сеть будет разрушена уже сложившаяся система перевозок, которая учитывает интересы всех микрорайонов. Один из споров – вокруг маршрута номер 65. Ни одна маршрутка не дублирует в 65-м, а вы его хотите закрыть. А как? У меня супруга каждый день ездит на Калининский район на работу. Вы хотите, чтобы я пересаживался и платил больше денег? В список закрывающихся попали такие популярные, как 60, 60К, 49, 48 и 56 маршрутки. Жительница микрорайона Финская долина Елена не понимает, как будет выезжать в город, если их отменят. Это два маршрута, которые на сегодняшний день осуществляют перевозку из Финской долины людей в северо-западный район, в ново-южный район. По всему следованию маршрута есть учебные заведения. К 56-му маршруту могу сказать, что с Финской долины и из юго-западного района на сегодняшний день это единственный маршрут, который довозит людей до Гладкова. На Гладково находится огромный больничный комплекс. Специалисты отвечают, все на основе расчетов. Если маршрут отменяют, значит у него есть дублеры. Если посмотреть 48 маршрут, то 48 маршрут проходит по улицам, являющимся опорной сетью городской уличной дорожной сети с большим количеством маршрутов городского пассажирского транспорта. Это улица Гражданская, в том числе 9 маршрутов, в том числе 2 троллейбусных. Улица Никольского, 9 маршрутов, в том числе 3 троллейбусных. Сейчас модернизация транспортных схем идет в 38 городах страны в рамках программы безопасной качественной дороги. Правда, не везде попытки преобразования встречают такое сопротивление. Жалобами и обращениями чебоксарцы завалили не только приемные городских депутатов, но и общероссийское объединение пассажиров. Его представитель экстренно приехал на публичное слушание. Чебоксары долгое время уже являются примером по своей транспортной инфраструктуре. И сейчас опросы были на сайте города, что довольны ли транспортом. 80% довольны. Тогда возникает вопрос, а нужны ли вообще изменения. Нужно найти какое-то компромиссное решение. И опять же, это мнение надо спрашивать у жителей. Они каждый день ездят. Ситуация на контроле у Минтранса России отметил представитель общероссийского объединения пассажиров. Что касается публичных слушаний, то в этот раз конструктивного диалога не получилось. Вопросов пока больше, чем ответов. А значит, впереди серьезная работа, чтобы найти компромисс. О программе безопасной и качественной дороги и других федеральных проектах, которые реализуются в Чебоксарах, продолжим говорить с депутатом Чебоксарского городского собрания Андреем Спиридоновым. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Ну вот, в отличие от изменения транспортной схемы, та часть программы безопасной и качественной дороги, которая предусматривает ремонт дорог, ее горожане одобряют. Мы, да, вот когда горожане, когда ездим на работу, с работы видим, что ремонт идет в разных районах города. Хочется в целом посмотреть, как в городе реализуется эта программа. 737 миллионов рублей было выделено в этом году. Таких денег городской бюджет еще не видел. То, что бюджет, а городские дороги. 29 километров дорог будут ремонтированы в этом году. Ну и в первую очередь, первые лица республики, первые лица города упор ставят, несомненно, на качество. Потому что не хотелось бы такие деньги освоить, и чтобы там дороги не прослужили нормативный срок, и там тем более гарантийный ремонт. Касаемо качества дорог, вот это несомненный приоритет. Потому что мало того, что там приемочная комиссия, в пять этапов проводится приемка работы. Это именно специалисты, да, профессионалы? Это именно специалисты. То есть, да, была нанята организация сказания, имеющая все соответствующие допуски, которые собственная лаборатория проверяет качество выполнения работы. А затем понятно, что это администрация города, да. Ну, плюс общественники, да, ведь. Вот самый важный момент общественники, и впервые было привлечено 19 человек, это сердобольные граждане, то есть неравнодушные, которые еженедельно собираются в ЖКХ благоустройство на совещаниях производственных, и участвуют довольно горячо в обсуждении всех тем, в принятии дорог. А вот депутатский корпус. Вы работаете как раз с общественниками, или сами, да, выезжаете что-то контролировать, или, может быть, с обращениями общественников? Да, несомненно, с общественностью, потому что в нашем округе достаточно большое количество людей. Все они видят, они смотрят, интересуются ходом выполнения работы. И поэтому по обращениям граждан мы тоже соответствующие коррективы вносим. За все это время были какие-то жалобы на качество ремонта дорог от каких-то ваших избирателей? В целом, работа выполняется неплохо. На основании этих совещаний, на основании комиссии по городскому хозяйству, которая проводится еженедельно, мы смотрим. Да, несомненно, определенные замечания есть, но они устраняются в срок. И хотел бы добавить, касаемо качества выполнения работы. Это не пустые слова, потому что в этом году три дороги после выполнения работы не были приняты заказчикам. Что теперь будут делать с этими дорогами? То есть не приняли в дальнейшем какие действия? Не приняли, да. То есть по двум адресам дороги дорожное полотно подрядчик обязан заменить полностью. А по улице Петрова, частями, там где непосредственно выявлен брак, тоже дорожное полотно срезается и кладется на новое. То есть брак не пройдет. То есть брак не пройдет, качество город, в принципе, будет гарантировать. Еще один федеральный проект, который реализуется в Чебоксарах, это формирование комфортной городской среды. Преобразятся ряд парков, дворы, скверы. Вот насколько активно горожане участвуют? В первую очередь вся информация шла от горожан. То есть администрация города в начале календарного года через глав районов, через депутатов была распространена информация. Люди, старшие по домам, активные граждане вносили свои предложения. Всего было 47 предложений, 47 дворовых территорий. Я подчеркну, это не дворов, то есть это не 47 дворов, это дворых территорий, которые включают в себя от 2 до 13 домов. То есть достаточно большой объем работы. Так, 47, да? Да, изначально поступило на обсуждение, затем по итогам принятия бюджета, понятия количества денежных средств, выделенных, это 161 миллион рублей, было утверждено 25 дворовых территорий и 3 общественных пространства. Общественные пространства, это у нас площадка перед домом МОД, площадка перед общественным пространством перед торговым центром Шубашкар. Да, причем это общественное пространство, да, оно разделено на два этапа реконструкции. Первый этап – это непосредственно освещение, укладка плитки и всего остального, а второй этап – это фонтаны. То есть там по просчетам порядка 30 миллионов рублей необходимы на данную программу для того, чтобы фонтаны действительно обновить, чтобы они были красивые. Ну, хочется верить, на самом деле, что фонтаны будут, потому что я помню, какими они были, да, это было мое детство, и знаю, что уже несколько лет они вообще никак не функционируют, хотя это важно, мне кажется, для этого района. Это красиво, конечно, для Новоюзного района, учитывая, что особой достопримечательности там и нет. В какие сроки вот эти вот все пространства, которые вы перечислили, действительно преобразятся, то есть получат средства, да, начнутся работы? Вот 25 дворовых пространств, да, и 3 общественных территории, по ним очень жестко график ведется, этот вопрос постоянно на контроле главы администрации, руководства республики, еженедельно на совещаниях этот вопрос поднимается. Проектные работы выполнены, они прошли экспертизу, сейчас объявлен конкурс на выбор подрядчика, вот буквально на днях уже должен предлиться подрядчик. Срок выполнения работы там в районе 90 дней, то есть в середине осени работы должны быть уже выполнены. Ну, осталось, в общем, только сделать, да, все уже посчитано, разработано. Делать, да, проконтролировать, чтобы выполнено было качество и наслаждаться полученным результатом. Еще вопрос, а вот для людей, какие условия участия в проекте? Это, видимо, какое-то софинансирование или может быть участие, я не знаю, там, посадить цветочки, да, около собственного подъезда? Да, учитывая то, что сфинансирование, безусловно, сфинансирование, но крайне несущественно, это 3% от стоимости ремонта. То есть, условно, если дворовая территория нуждается в ремонте на сумму 3 миллиона рублей, то это 90 тысяч рублей. А если учесть, что это 2-3 дома, то там выходят на квартиру по 500-700 рублей. Сумма небольшая, я думаю, что вполне подъемная, но зато люди будут наслаждаться красивой дворовой территорией. Ну, это все они, видимо, должны решить как раз на собрании собственников, да? Да, без сомнения, да. Преображаются дворы, ремонтируются дороги. Еще одна программа, это уже городская муниципальная программа, это ремонт балконов. Что здесь у нас в программе? Ремонт балконов и фасадов. Данная программа функционирует четвертый год. Впервые данная программа была опробована на центральной части города, на домах 50-60-х годов постройки, то есть этим домам более полувека. Тут, на самом деле, этой программой решалось два вопроса. Первый вопрос, в первую очередь, безопасность, так как балконные плиты разрушались, да, они уже доводили того. Это в бытность еще работа в управляющей компании, как раз работают в управляющей компании. Постоянно поступали жалобы о том, что и аварийные ситуации случались. То есть восстанавливаются балконные плиты для того, чтобы не было дальнейшего разрушения. И полностью меняются ограждения, меняется пластиковое остекление. То есть эстетично и красиво, и в первую очередь безопасно. Ну да, приводим к единообразию, да. Тоже, на что очень долго жаловались архитекторы, что каждый застекляет на свой вкус, да, в итоге фасад, облик здания порции. Абсолютно верно. Если учесть, что это центральная часть города, то, можно сказать, наша визитная карточка, она должна быть в едином стиле. Начали с центральной части города, дальше какие планы программы, куда идем дальше? В первую очередь центральная часть города. То есть это проспект Ленина, улица Гагарина, улица Энгельса, это те дамы, которые на виду. Ну и дальше по мере данную программу на депутатском корпусе на комиссии по городскому хозяйству обсуждают ежегодно. То есть прекращать ее не собираются, а на этом встает ежегодный акцент. В этом году это четыре адреса. Это улица Энгельса, это улица Николая, улица Маршака. То есть я думаю, на следующий год также будет принято несколько адресовок, и данная программа будет продолжена. Ну все-таки это, видимо, дома, которые все-таки расположены вдоль основных магистралей городских, которые на виду действительно не спальный район. В первую очередь хотелось бы, да. Но по мере мы будем стараться большее количество домов захватить. Итак, в городе у нас дороги ремонтируются, парки, дворы преображаются, балконы мы начали делать, да. А вот вы как депутат, как думаете, какую бы еще вам хотелось начать в Чебоксарах программу? Что бы еще хотелось изменить в городе? Немножко комплекс, немножко более обширно посмотреть на этот вопрос. У нас очень сильно в стране развивается внутренний туризм, да, и на этом поставлен акцент федеральных властей. Наш город так и называют жемчужины по Волжье, да, туристический кластер, наверное, будущий. Я думаю, в этом направлении нужно развиваться. Что нужно? Ну, безусловно, это инфраструктура в первую очередь. А, кстати, я вот хочу добавить, третий как раз объект общественного пространства – это сквер имени Константина Иванова, который 44 миллиона выделено в этом году. Он должен преобразить до неузнаваемости, учитывая, что это туристический маршрут. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с депутатом Чебоксарского городского собрания Андреем Спиридоновым. Чебоксары могут установить побратимские отношения с двумя новыми городами. Это китайский Хэ Фэ и японский Нагасаки. Этот вопрос рассмотрели чебоксарские депутаты на заседании Президиума городского собрания. Окончательное решение народные избранники примут на одном из ближайших заседаний. Побратимское движение позволяет на взаимных условиях знакомиться с жизнью, историей, культурой, традициями и обычаями других городов и народов, экономическим и научно-техническим потенциалом регионов. На сегодняшний день чебоксары имеют побратимские отношения с четырьмя городами. Это белорусский Гродно, венгерский Эйгер, город Рунду в Намибии и Санта-Клара на Кубе. Это была программа «Местное самоуправление». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова